Должно быть произведено разделение психотерапии на две части. Какие же? Одна часть – это та, которая есть сегодня, психотерапия, стоящая из методов. Это такая гуманистическая модель психотерапии. Вправе каждый делать все, что он хочет. Психолог занимается психотерапией, педагог занимается психотерапией, социальный специалист, понимаете, философ, и такие тоже практики есть. Пожалуйста, пусть делают все, что хотят. Только чтобы это было не лечение, а это применение методов с разными целями. Не может философом заниматься психотерапией, экзистенциальной? Вопрос смысла жизни, ориентировки. Почему нет? Пожалуйста. Но когда мы говорим все-таки про медицину, то медицина, понимаете, очень такая прагматическая все-таки специальность. Там очень простая задача. Она должна отталкиваться не от метода, а от пациента. Что происходит с пациентом. Поэтому получается, что как бы нет две психотерапии. Одна психотерапия клиническая, которая отличается от, отталкивается от состояния пациента, а вторая такая, условно скажем, нарциссическая, от метода. И поэтому в этом плане, с этой большой специальностью, ну, в смысле, с большой миром психотерапии, она так и будет существовать. Но в медицине вполне можно создать науку психотерапевтическую.